11 лет как один миг. В школах Бобруйска прошли выпускные вечера. Это праздник грусти, потому что я прощаюсь со своей любимой гимназией. Куда уходит детство? По рельсам беззакония за взятки задержан топ-менеджер Бел ЖД. Пройден комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Что называют ржавчиной экономики? Частичка себя для спасения жизней. 14 июня отмечается Всемирный день донора. Я являюсь донором с 2016 года. Как присоединиться к благородному делу? А также большое совещание, народный праздник и быстрее молнии. Беларусь лидирует в СНГ по количеству зарядных станций для электротранспорта. О каких цифрах речь? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. На повестке «Эффективная работа экономики». Говорили о пилетных производствах. Второй вопрос – работа агросервисов. В свое время государство оказало беспрецедентную поддержку головному предприятию. Сейчас накопились долги. Говорили и о спутнике связи. Его создавали в том числе для коммерческих целей. Вопрос о купаемости так и остался открытым. Это не единственная критика в адрес чиновников. Работа агросервисов. Сегодня это 134 организации, оказывающие агросервисные, транспортные, ремонтные и другие услуги нашим аграриям. То есть раньше в каждом районе были сельхозтехники. Потом мы их назвали агросервисами. Если нужно было, да и не нужно, мы всегда знали на селе, что надо ехать в агросервис, в сельхозтехнику. Надо там топливо купить. Там обслуживали более сложные технические узлы, агрегаты. Не каждый колхоз, совхоз может обслужить нормально, отремонтировать, восстановить двигатель. Сложная штука. Не каждый. Мы передавали туда двигатели, там централизованно ремонтировали. И многое-многое другое. Потом пришел рынок. Мы умные все это решили разрушить. Я сказал нет, это должно работать. Также Александр Лукашенко потребовал уделять больше внимания развитию по стране сети агросервисов, которую во времена рыночной экономики пытались разрушить. Президент предупредил ответственных лиц о необходимости своевременных расчетов с людьми и сельхозорганизациями за поставляемую продукцию. В продолжении темы или поезд за решетку. За взятки задержан сотрудник БелЖД. Топ-менеджер белорусской железной дороги оказался автором коррупционной схемы. Зафиксировано несколько встреч, на которых один из руководителей получал крупные суммы. В тайниках квартиры и загородного дома фигуранта изъято свыше трех миллионов долларов. Зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного лица с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются все факты преступной деятельности. Фигурант арестован и дает признательные показания. Фото в альбомах. В Бобруйске прошли выпускные вечера. Еще вчера эти галантные юноши и девушки в изысканных нарядах в первый раз переступили порог школы. В первой гимназии 59 выпускников с горящими глазами принимают поздравления. За 11 лет они с любопытных первоклашек выросли в победителей олимпиад, исследовательских работ, международных конкурсов и фестивалей. Три выпускника идут во взрослую жизнь с аттестатом особого образца. Позади централизованные экзамены, впереди поступление в ВУЗы. С напутственным словом к будущим студентам обращается и председатель горисполкома. Дорогие ребята, я желаю вам сделать правильный выбор и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, обойти все неудачи. От вашей настойчивости, телеустремленности во многом зависит ваше будущее. Стремитесь, дерзайте, только вперед и никогда не отступайте. И помните, нашему городу нужны таланты, интеллект, трудолюбие. Будем рады принять вас в ряды молодых специалистов организации и предприятий города Бобруйска. Для выпускников третьей гимназии местом торжественной встречи стал драмтеатр. Рядом преподаватели и родители. В этом году из-под крыла учебного заведения выходят три класса, в их числе восемь золотых медалистов и два стобальника. Заслуженные награды лучшим выпускникам вручила председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынистая. Сегодня наше молодое поколение вступает в новый этап своей жизни. Выпускные вечера – это отсчет новой дороги. Сегодня город Бобруйск отправляет в хорошую светлую дорогу свою большую команду юных бобручан. Конечно же, очень волнительный день, очень светлый, очень праздничный. Пусть нашим юным бобруйчанам светит яркая звезда побед, свершений. Пусть все желания намеченные обязательно исполнятся. И ребята наши должны знать, что город Бобруйск всегда их ждет. С праздником! Буду скучать по душевности, по отношению к тебе. То, что каждый учитель, видя в ученике какое-то зерно, пытается взрастить из него огромное дерево, которое принесет плоды. Всего в школах Бобруйска 62 выпускника получили аттестаты особого образца. Абсолютные результаты сейчас у трех учащихся. По 300 баллов, 2 ЦЭ и аттестат. В этом году в лидерах по количеству 100 бальников 27-я школа. 8 результатов. Продовольственная безопасность, базовый счет и защита прав. Кодекс о здравоохранении появится в Беларуси. В чем суть? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Отечественные аграрии прибавили обороты. По статистике, сельскохозяйственная отрасль страны почти на 100% обеспечивает продовольственную безопасность. Беларусь в пятерке основных экспортеров молочки в топ-15 мясо-мясопродуктов. В мировых лидерах по производству сельхозтоваров на душу населения. Кодекс о здравоохранении появится в Беларуси. Он позволит защитить как пациентов, так и медиков. Документ находится в разработке. Над ним совместно работают врачи, депутаты палаты, представители национального собрания. Необходимость нового акта аргументирована временем. Беларусь лидирует в СНГ по количеству зарядных станций для электротранспорта. Всего в стране их около 1200. Основное количество создано госоператором. Также для владельцев электричек есть супербыстрые комплексы, где зарядить электромобиль можно за 10 минут. Планируется, через 6 лет в стране будет более 80 таких площадок. Срок для открытия базового счета в банке продлен. С 1 июля, напомним, пенсии и пособия семьям, которые воспитывают детей по уходу за инвалидом первой группы или пенсионерам старше 80 лет, можно будет получить только через финучреждение. Новое введение коснется жителей Минска, областных городов и районных центров. БЖД назначило на Купальево-Александрии 14 дополнительных поездов. Остановки будут делать 28 составов меж- и региональных линий. График движения составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы. В этом году ежегодный республиканский праздник «Александрия собирает друзей», напомним, пройдет 6-7 июля. От чистого сердца 14 июня отмечается Всемирный день донора. По статистике, каждому третьему однажды требуется переливание. Одна донация, в свою очередь, спасает жизни четырех человек. О том, где и как стать частью благородного дела, Роман Костюков. В фойе и коридорах Бобруйской зональной станции переливание крови всегда многолюдно. Ежедневно учреждения здравоохранения посещают несколько десятков человек. Стать частью благородного дела, особенно в такой день, их долг. Должность к крови нуждается в последовательных дорожно-транспортных происшествиях. Роженицы. К сожалению, во время обуви встречаются осложнения, которые сопровождаются кровотечениями. Пациенты, которым проводится обширная операция на сердечно-сосудистой системе, на суставах. Новорожденным детям при гемоэлитическом болезни. Бунка пациентов при проведении химиотерапии и оперативных вмешательствах. Для выполнения донорской функции допускаются как белорусы, так и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Среди условий возраст от 18 до 65. Полная дееспособность. Отсутствие заболеваний в состоянии формы рискованного проведения, при которых донорство противопоказано. Ни при каких обстоятельствах в донорство не будет допущен человек при наличии инфекционных заболеваний. Это вирусные гепатиты, это сифилис, это туберкулез, это ВИЧ-инфекция. Никогда не будет донором человек, который имеет онкозаболевание, имеет инвалидность, имеет какие-то психические расстройства, у которого был когда-либо анафилактический шок, у которого вес менее 55 килограмм. При отсутствии противопоказаний, прохождения осмотра у врача и хороших анализах донор допускается к сдаче. Посещать станции можно раз в 60 дней, после пятой донации через 90. Мужчины могут сдавать кровь и ее элементы до пяти раз в год, женщины чуть меньше. Родственники мои, брат старший, очень много друзей, которые сдавали кровь и которые повлияли на то, чтобы я здесь появился, тоже внес свой перцелепт, у них какой-то вклад маленький на помощь кому-то может быть. То есть, если стал донором, ты обязан спасать людей. Этим ты можешь, если у тебя хорошее здоровье позволяет тебе сдавать плазму, кровь, то ты можешь этим нести свой вклад. Бобруйская зональная станция ежегодно заготавливает более 4,5 тонн цельной крови, порядка 2300 литров компонентов плазмы и свыше 1000 доз тромбоцитов. Свою руку таким показателем прикладывают те, для кого этот день, по сути, профессиональный праздник. Я являюсь донором с 2016 года, когда впервые пришла на станцию переливания для безвозмездной дачи крови. В этом году я стала почетным донором и меня наградили нагрудным знаком. Я как медработник, я привыкла в своей работе помогать людям, а донорство спасает жизни многих людей, и для меня очень приятно быть частью данного движения. В этот знаковый день станцию переливания крови посетило Белорусское общество Красного Креста. Их представители отметили заслуги и поблагодарили за неравнодушие всех причастных. И Красный Крест всегда проводим информационную работу, мотивируем доноров для сдачи крови, приглашаем первичные организации в участие в донорство. И подготовили такие вот небольшие мотивационные подарки для безвозмездной сдачи крови. «Неравнодушные в первую очередь преследуют благую цель – помощь другим. И в большинстве своем делают это безвозмездно. Присоединиться к спасению жизни легко, и для этого достаточно просто проявить желание». Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Реальность до мурашек. Под Бобруйском пройдет реконструкция, посвященная 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Масштабное событие вновь поразит реалистичностью 30 июня. Начало в 14 часов. Уже заявлено более 400 участников из 65 военно-патриотических клубов. В планах задействовать несколько десятков образцов военной техники. В конце июня 44-го на знаковом месте разворачивались жестокие бои за мост через Березину. События стали ключевым этапом победоносного наступления, которое предопределило стремительный успех операции «Багратион». Проникнуться истории наглядно сможет каждый благодаря зрелищной постановке. В нашей концепции это соблюдение принципа исторической достоверности. Мы стараемся не выдумывать, не сочинять легенд, а попытаться максимально воспроизвести то, что нам известно по документам. И даже мы и технику стараемся брать, именно ту, которая участвовала конкретно в этом бою, в районе деревни Щавково. Приезжают реконструкторы с разных стран. Ну вот, больше всего с Беларуси, конечно. Россия, там Прибалтика, Израиль. Мы их распределяем по подразделениям. У нас буквально за считанные часы возникает организационная структура воинских подразделений 44-го года. И мы распределяем даже реконструкторов по подразделениям, которые реально существовали и участвовали в этом бою. Машина времени перенесет тысячи белорусов в прошлое уже в четвертый раз. Вход свободный. Гостей ждет концертная программа, интерактивные и торговые площадки. Будет организован подвоз на пригородном автобусе по маршруту Бобруйск-Щатково. Время отправления от остановочного пункта Домсвязи в 12.30. В обратном направлении от гражданского кладбища деревни Щатково в 15.45. Возможно ли избежать экологического кризиса? Какие зеленые привычки у современной молодежи? И почему, выбрав природу, мы выбираем себя? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok